Богом забытые, так говорят эти люди, о месте своего проживания. Афанасово-Митрофаново, окраина областного центра, конечной остановки сразу нескольких городских маршрутов. Собственно, с общественным транспортом и связана первая проблема. Маршрутки есть, но дороги от кольца 8-го троллейбуса и до конечной Митрофаново очень узкие. Двум крупным машинам практически не разъехаться, пешеходных дорожек нет, и взрослые, и дети ходят по проезжей части. Нет и остановочных павильонов. Остановка нужна, чтобы не стоять в плохую погоду, под дождем, под снегом, а спрятаться можно было от дождя. Другое темное место в жизни этих людей – отсутствие уличного освещения. Соседствует с Митрофановым поселок, который по иронии судьбы носит красивое название «Светлый луч». Вот только туда в вечернее время жители добираются на ощупь. Я живу на поселке «Светлый луч», и у нас нет ни одного столба, нет ни одного освещения. Вот мы с этой остановки 38 маршрута, и если идем вечером, это поздно, осенью, допустим, и ранней весной, и темные вечера очень, то мы идем, можно сказать, с фонариками, потому что освещения нет никакого, ни единого, ни одного столба. И на поселке «Светлый луч» тоже нет освещения. Писали уже везде и всем. Освещение обещают, но не делают. Призвали теперь на помощь городских коммунистов. О проблемах не только рассказали, но и все детально показали. Вот овраг. С конечной остановки 18-й и 24-й маршрутки через него можно добраться в «Светлый луч». Осенью и весной здесь очень грязно, а зимой – скользко. Да и темно, к тому же. По темноте ребенок один пойдет – нет. Провожаем и назад встречаем. Это довольно-таки небезопасное местечко. Не знаю, что ожидать. Лес есть лес. Через овраг нужна хотя бы лестница с перилами. Коммунисты по всем вопросам помочь не обещают, но все возможное сделают. Сформируем ряд запросов в благоустройство, ГИБДД по дорогам. Я думаю, может быть, даже в управление капитального строительства. Вот еще посмотрим, куда. Это, ну, во-первых. Во-вторых, конечно, мы встретимся с ТОСом местным. ТОС Митрофанова. Посмотрим, что они, куда писали, чем все закончилось, почему проблемы не решаются. Ну и все вместе потом подумаем, как нам развивать это место. А пока нужно запастись терпением и бумагой. Чтобы жить стало комфортно, предстоит написать еще очень много запросов в разные органы власти. Возможно, кто-то и захочет не просто отписаться, а помочь. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.